Инвестировать в экономику, думать о будущем. В городском округе Щёлково приступает к проработке очередного блока мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. О необходимости этой работы глава муниципалитетов во вторник на расширенном совещании регионального правительства напомнил губернатор Андрей Воробьёв. Тему привлечения инвестиций глава района Алексей Валов в очередной раз поднял на еженедельном оперативном совещании. Создаваемая рабочая группа рассмотрит инвестиционные соглашения, нацеленные на развитие производства и создание рабочих мест. Первое заседание запланировано на эту неделю. Коллеги, я попросил бы вас не останавливать эту работу, я имею в виду по территории. Готовим рабочую группу, составляем перечень всех инвестиционных предложений к проектам и начинаем плотно работать в коммуникациях с коллегами, которые раньше заявляли желание этим заниматься. И плюс, как бы, обязательное сопровождение всей текущей работы наших производственных предприятий. Обсуждались также сезонные темы. Дорожные службы готовят технику и материалы к ямочному ремонту. Неровности на автомобильных дорогах появились во время оттепели. Ямы будут устранять способом укладки холодного асфальта. Работы начнутся в феврале. Сегодня на расчистке дорог по смену работает 85 единиц техники, 150 рабочих, дополнительно привлечено 12 спецавтомашин для погрузки и транспортировки снега. На снегосвалке вывезено рекордное за последние годы количество осадков. За прошедшую неделю вывезли 6,5 тысяч кубов и снега на снегосвалку. Частое количество сейчас на Пунктской оценивается примерно 27,5 тысяч кубометров, что на 12 тысяч больше, чем за аналогичный период 2018 года. Жалобы, оставленные щелковцами в социальных сетях, дорожные службы отрабатывают в течение полутора суток. Глава района поручил ужесточить контроль за управляющими компаниями, в обязанность которой входит расчистка внутридворовых проездов и подходов к подъездам. Достаточно большой объем работы делается и, соответственно, мы не попадаем в красную зону, потому что действительно работают в этом году гораздо лучше, чем в прошлом году. Я благодарен всем коллегам, которые принимают это участие и действенно реагируют на все жалобы обращения жителей. Как отметил Максим Челкин, муниципальные дороги, за содержание которых отвечает администрация района, признаны самыми безопасными за год ни одного ДТП с летальным исходом. Снизилась аварийность и в целом по городскому округу за 2019 год на 22%. Повышению безопасности поспособствует строительство в 2019 году 25 тротуаров в тех местах, где их раньше не было. В этом году дорожные службы пойдут на эксперимент и будут размечать асфальт термическим способом. Это продлит срок службы разметки до двух лет, при том, что обычный пластик служит всего один год, а краска – шесть месяцев. Ведь главное – это безопасность. Михаил Налетов, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...